Тельвиска вполне может стать промышленным районом окружной столицы. Такое заявление сделал Александр Цибульский после рабочей поездки в первую столицу Ненинского округа. Глава региона считает ближайший к Нарьинмару поселок перспективным не только экономически, но и с точки зрения комфортного проживания жителей округа. Ведь на сегодняшний день вся необходимая инфраструктура здесь создана. В этом временно исполняющий обязанности губернатора убедился лично. Четыре коровы и 16 коз. К таким результатам пришли арктические фермеры всего за год с небольшим. О предприимчивой чете Никитинах из Тельвиски мы уже не раз рассказывали в наших репортажах. В общей сложности в бизнес семейная пара вложила миллион рублей. Когда все получилось, решили обратиться за помощью к государству. За счет грантовой поддержки от Центра развития бизнеса купили пресс-подборщик и вдвое увеличили поголовье. В субботнем утром на семейную ферму заглянул глава региона. Александр Цибульский осмотрел хозяйство. А Клавдия Никитина в свою очередь поведала о том, с чем приходится сталкиваться, ведя сельскохозяйственный бизнес в суровых условиях Крайнего Севера. Мясо на селе реализовывать трудно. У нас же нет здесь ни магазина, ничего. Не каждый частник примет, потому что кому-то хлопотно, кому-то неохота связываться. В детские сады бы здоровое мясо, в школы. Или молоко, вот это бы мы сдавали в детский сад, если бы нам разрешили. Это бы еще лучше было. Наши дети там ходят. А не зачем им покупать какую-то северную долину, которая вообще не квасится в пачках, когда можно купить свой полков. Какие-то привязки непонятные. Наверняка наши там снипы, еще что-то. Снипы, если у нас есть, вы же оформлены как частное хозяйство. А это уже более масштабное сельхозпредприятие. Здесь только дойного стада 380 голов. Впрочем, планы грандиозные. К следующему году хотят выйти на 460. Это плюс 400 тонн молока. Таким образом, аграрии хотят достичь валового надоя молока в 2500 тонн в год. А смотрев старое здание телевисочной фермы, делегация отправляется в новое недостроенное. Руководитель агропромышленной компании докладывает, здесь помимо загона для буренок предусмотрены подсобные помещения, которых сейчас так не хватает на телевисочной ферме, раздевалки для рабочих, а также мини-цех по производству молочки. До конца октября они нам должны два коровника этих все сделать и сдать. Здесь же мы планируем, вот о чем мы говорили с Михаилом Михайловичем, чтобы здесь сделать свою переработку небольшую, такую же, как Воксино. Почему мы планируем, что у нас здесь 8-10 рабочих мест добавится? Ну и молоко... Переработка молока? Да, да, да. То есть дороги нет постоянно, мы будем говорить, не надо надеяться в ближайшее время, а коров нужно ставить. А переработка творог, масла и для деревни молоко, оно реально. То есть если полторы тонны в день молока будет, что-то будет уходить, деревня будет полностью обеспечена молочной продукцией, а остальное в город вывозить. Разговоры о том, что Тельвиска может смело претендовать на еще один промышленный район Наринмара, весьма обоснованы. Это территория, которая на сегодняшний день имеет всю необходимую инфраструктуру для развития сельского хозяйства и других производств. Село газифицировано, есть связь и оптоволокно, электроэнергия по относительно дешевым тарифам, что немаловажно для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, социальные объекты здесь очень достойного уровня. Например, новое здание школы. Два этажа с просторными коридорами и светлыми кабинетами, современным спортивным и актовым залами, столовой и мастерскими. Новое здание телевисочной школы практически готово к вводу в эксплуатацию. Единственная оставшаяся проблема – это цвет напольного покрытия. По требованиям Роспотребнадзора он не должен быть черным. Сейчас подрядчики обязались устранить нарушения. Как только это случится, объект будет введен в эксплуатацию. Причем до конца февраля маленькие телевещане уже должны сесть за новые парты. Проинспектировал Александр Цибульский из здания детского сада. Теплое, светлое и уютное здесь единственная проблема – малые площади. Ну или большое количество детишек, которых отдадут в сад со следующего года. Может быть где-то найти помещение временно, потому что это на следующий год, я считаю, что это как бы временный у нас подъем. Потом мы проанализировали, немножко опять спад будет. За последние 10 лет у нас в 2019 году будет выпуститься 12, ну если поступит, то 13 детей. Последние 10 лет все время выпускалось по 4 ребенка. Это будет пик какой-то, да? Пик, был в 2012 году, да. Ну и сейчас будет там пару лет, когда будет детей больше. И сейчас, да, сейчас вот после этого 12, там 13, все рождается. А больше 48, больше 50 вы не можете, да, принять? Нет, все уже все. Посетил глава региона и знаменитый в Тельвизске долгострой. Первый муниципальный контракт на строительство этого дома был заключен еще в апреле 2013-го. А в декабре 2014-го туда уже должны были заехать новоселы. Но фирма, которая взялась за строительство, как это часто бывает, разорилась, контракт был расторгнут. Новый заключили лишь в мае 2017-го. В этот раз подрядчики дело до конца довели и в сроки уложились. А еще он сделал стеллый гипсокартон внутри, а так брусовой дом. Ну, все равно шит сайдингом. Шит сайдингом, да, утеплением минватой снаружи. Утепление между брусом и сайдингом, да? Да, да. 15 сантиметров, перекрытиях 20. Дополнительно снизу подрядчик предыдущего утеплилочек пеноплексом. Два дня назад заселили людей. Вот. Сейчас они осматриваются, смотрим, какие есть нюансы. Если появятся какие-то замечания, мы будем устранять в рамках гарантийных обязательств. 12-ти квартирный дом предназначен для расселения социальной очереди. Ключи от новеньких квартир торжественно вручили на традиционные встречи с населением. Ну, а сразу после перешли к проблемам, которые телевещан волнует уже не один год. Это бешеные тарифы на коммуналку и плохое качество медобслуживания. Поговорили довольно откровенно, местами жестко, и за что я им, кстати, крайне благодарен, потому что для меня эти встречи – это возможность в первую очередь услышать реальное состояние дел. Понятно, что я во многом информацию получаю через своих подчиненных, которые, ну, мы все люди, они пытаются иногда некоторые вопросы немного сгладить, а лучше иногда проблемы, вернее, всегда лучше знать проблему в том виде, в котором она существует. То, что вы говорите, некоторые вопросы мне были известны. Это связано лишь с тем, что они носят системный характер. Мы сегодня много говорили про проблемы в сфере здравоохранения, в обслуживании больных. И, конечно, мы понимаем, что некоторые вопросы связаны, в первую очередь, с недопониманием и с недоразъясненностью людям их прав и возможностей. И это обязательно надо делать. Ну, и некоторые вещи, на мой взгляд, это какая-то, ну, уж извините за такой слов, беззалаберность, потому что у нас есть все возможности, нет проблем с финансированием, то, что касается льготного. Что касается еще одного наболевшего для местных жителей вопроса – отсутствие круглогодичной дороги, Александр Цибульский заверил – стройку ни в коем случае прекращать не будут. Сейчас этот вопрос прорабатывается в департаменте строительства ЖКХ и транспорта. Уже известно, вместо капитального моста через казенную протоку возведут низководный. Аналогичный установлен по дороге на Красное на переправе через Кую. Его возведение – часть третьего этапа строительства. Проект уже прошел экспертизу и получил положительное заключение.